Раф Петерсона получается, если взять додекайдер и противоположные вершины объявить одной и той же вершине. И что будет? Что имеется в виду? Нет, а шутка противоположная вершина, вы понимаете? Вот смотрите, вот здесь вот пятиугольник внизу, все видят? Да. И такая же пятиугольная штучка вверху, все видят? Да. Отлично. А теперь смотрите, вот здесь вот точка и вот здесь точка. Вот я утверждаю, что я сейчас взялся за противоположные вершины додекайдера. Это понятно? Да. Ну вот. Так вот, представьте себе, что это одна и та же точка. А что и у вас плюс? Лучше так. Представьте себе, что это земный шаг, это города, а между противоположными вершинами летает бесплатный самолет. Бесплатный? Между любыми двумя, да. Просто приезжаете в аэропорт и говорите, мне тут в противоположную точку земли. Хорошо. Вас, значит, завозят, никаких денег вас не берут. Вы засыпаете, летите, там вышли. Удобно? Да. Удобно. Замечательно. Вот пусть так будет. А можно, смешно нет? Ребята, сейчас придется рисовать. Во-первых, сам додекайдер нарисовать не так просто. А уж потом про эти вершины помните совсем, но чуть полегче. У начинающих занимавших графов должно быть простое правило. Если в задаче вас о чем-нибудь спрашивают, там бывают и такое-такое-такое-такое, первым делом надо посмотреть граф Петовсона. Очень часто на начальном уровне, например, деревья всякие, как полные графы и так далее, граф Петовсона совершенно замечательный пример. Вот, мне сейчас придется это считать. Вот это нижняя грань. Это понятно? Да. Вот у нас есть просто нижняя грань. Она здесь желтая. Заметьте, пожалуйста, он правильно покрашен, противоположная грань здесь одного цвета. Это желтая и против нее желтая. Хорошо. Если все это прорицировать на низку, то будет вот так, естественно. Здесь у нас будут пятиугольники. Так, ребята, вот дальше у меня на самом деле нефтируйтесь, конечно. А почему пятиугольники? У него все грани пятиугольники. У него просто все грани пятиугольники, не без этого. Так, пятиугольники, пятиугольники, пятиугольники. Здесь будут выходить тоже отрестия. И, наконец, надо вот так слить. Извините, что получилось не очень красиво, но, в общем, надеюсь, понятно. А ведь вот эти пять... Я сейчас все буду объяснять. Итак, поехали. Сейчас. Вот это А, Б, С, Д и Я. Будьте добры сказать, какая вершина расположена напротив точки А. Сверху справа. Покажите, пожалуйста. Самая верхняя, самая плана. Покажите, пожалуйста. Вообще-то вы правы. Это будет у меня точка А штрих. А эта точка как будет называться? Это Е штрих. Д штрих. А это? Д штрих. Д штрих. Это будет Д штрих. А это? С штрих. И Д штрих. Ну, вот здесь еще есть точка. Давайте их тоже как-нибудь обозначим. Прямо так обозначим. Ф, G, H, I, G. Скажите, пожалуйста, какая точка расположена напротив точки Д? Здесь точка Ж. Вот здесь Д штрих. Где будет Ж штрих? Ж штрих будет под Д штрих. Чуть выше Д штриха. Чуть выше, конечно. Д штрих внизу, а Ж штрих будет под Д штрихом. Хорошо. А где И штрих? И штрих. И рядом с С. С С штрих. С С штриха, да. А Ж штрих? Вот здесь не будет, все хорошо. Тут вот-то Штрих. И тут вот-то Штрих. Вроде как-то все. Нет, совсем не все. Потому что теперь нужно сделать самое главное. Нужно представить... Смотрите, что я представил. Нужно представить себе, что штрихованных вершин вообще нет. То есть... Еще раз. У нас есть мгновенный лифт между вершиной и штрихованной. То есть вершина и штрихованная, это просто... Это одна и та же вершина. На них мысленно отождествить. И можно просто стереть. Нет, смотрите. Там, где вершина соединена с штрихованной, то это вообще-то неинтересно. Потому что А штрих соединен с Ж штрих, ну, соответственно, А соединен с Ж. А вот интересно, там, где, например, вот это у нас что? Это... Давайте я еще раз повторю, что мы сейчас делаем. Мы нарисовали Дадекайд. Вот у нас Дадекайд. У него вершина обозначили там А, Д, Е. Вот эти вот, да? Точек. Все замечательно. И теперь каждую вершину обозначили штрихом, если она А и А штрих, там, Б и В штрих и так далее. Аш и А штрих и так далее. Все понятно? Вот, в принципе, это самый интересный момент. Надо отождествить точку А с точкой А штриха. Что я сейчас должен сделать? Очень просто. Я должен нарисовать только вот этот пятиугольник и вот эти точки. Правильно? И после этого я буду его соединять. А даже давайте я не буду ничего... Я буду просто стирать и рисовать поверхность. Итак, стираю точку А штриха. Она была соединена с Ж штриха, она была соединена с Б штриха. Это неинтересно, потому что соответствующие ребра там есть. Что я должен оставить? Ничего. Ж штриха, Д штриха. Она соединена только со штрихом. Да, а та... Поэтому я просто А штрих убираю. Кстати, и Е штрих так же. Согласны? Весь внешний контур я приспаться не убираю. Согласитесь, что стало намного приятнее. Да уж. Стало намного проще. Теперь, вот теперь смысл. Точка Ж штриха соединена с точкой И и с точкой Ж. И и Ж соединяются с Ж. Значит, я должен взять точку Ж и соединить ее вот с этими двумя. Согласны? Объединяем противоположные вершины во двумя. И стираем точку Ж штриха. Понятно. Хорошо. Теперь, точки Ф штриха. Соединена с чем? А штрих и И штрих. С А ш и с И. Да. С А ш и с И. Значит, надо взять точку Ф и с ними соединить. Правильно? А Ф штрих убрать. Ф надо с ними соединить. Ну, вот я не знаю, понятно ли. Это как пятизверточную звезду мы сейчас срисуем. Сейчас, недолго осталось. Недолго осталось. Теперь, давайте думать. Ж штрих соединена с Ж и Аж. Значит, надо Ж с чем соединять? Ж и Аж. Вот так, да? Да, 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 да. Хотя, Аж уже соединено, а Аж мы урежиссовываем. Нормально. Теперь А штрих мы убираем и все. Нет, нет, смотри. Теперь А штрих я убираю, да, все. Это понятно. Теперь. Нет. А, да, это уже можно. Они уже соединены. Все. Все. Слушайте, не так страшно получилось. Получился пятиугольник. Согласны? Да. Вот дальше вопрос, что у него. Дальше у него вот такие вот адресники. И дальше такая вот хитрая штука. Это, конечно, звезда. Аж, куда? Аж, куда? Нет, нет. Линии примили косые, для графа все равно вообще. Я, разумеется, сейчас перерисую эту картинку в более понятном виде. Рассказываю, как. Я сейчас нарисую вот этот вот пятиугольник АВЦДЕ большим, а те точки я запихнув на вот внутрь. Итак, смотри. АВЦДЕ. От точки Д я рисую точку Ж. От точки С я рисую точку И. От Б я рисую А. Все, все понимают. И от Е я рисую Ф. Так вот, внутрь зашел. Понимаете, да? И от точки А я рисую, конечно, Ж. И тут пятиконечная звезда. Вот, молодец. И тут пятиконечная звезда. И тут пятиконечная звезда. Потому что точка Ж сейгнат Ж и А. И это уже то, что вы увидите во всех книжках. Потому что так вы очень легко запомните. Это пятиугольник. Каждая вершина, что называется, внутрь. Немножко вот так вот заходит. От АЦ, И, от Д, Ж, от Е, К, от А, Ж, и от Д, Х. И рисует пятиконечную звезду. Граф Петасна. Каким свойством он обладает? Ну, например, это регулярный граф. Что здесь регулярный? А у него, на самом деле, все вершины, по три отрезка. Все? Все сняли. И с каждой вершины выходят три отрезка. Так что... Вы вначале говорили, перед тем, как мы этот граф начали рисовать, то очень сложно будет у него занавиться. Ну, нет, еще раз, я думаю, что это не было просто. Ну, да, это не легко. По-честному. Если бы я вам дал додекаида и сказал бы, представьте себе, что предположены решения объединены, и нарисуйте, что будет за граф. Нет, это очень было бы трудно. А? Нет. Нет, еще раз, я вам честно нарисовал, и вроде это и не сложно, но, что называется... Сами бы вы нарисовали... Нет, тут нет, что называется, тут... На самом деле, если долго посмотреть на это, то становится понятно, что можно к этому перейти. Ну, ладно, не будем, не будем похвалиться только перед другом, что называется... Считайте, что мы все это сделаем, правда? Нет. Итак, все видят, что из каждой вершины выходят три ослеска? Да. Отлично. В этом графе есть хоть один треугольник? Да. Нет. Нет. Три вершины, соединенные каждой с каждой? Нет. Честный слов, нет. В этом графе... Тут и четырехугольника нет. Совершенно верно. Тут только пятиугольники один. Совершенно верно. Пятиугольники здесь есть. Их много тут. Пятиугольники здесь действительно есть. Тут только пятиугольники. Для любых двух не соседних вершин есть одна вершина, соседняя с обеими. Посмотрите, G и C, соседняя с ним и D. C и H, кто с ними соседняя? B. G и H, кто с ними соседняя? А кто с ними соседняя? Прямо. А, E и B. Так, E и B. Вообще-то A. У всех A. Весь внешний круг легко, а они друг от друга и внутренний. Нет, почему? Для E и C это точка D. Для E и B это точка A. Для B и C это точка. Это точка внутри F. А, нет, не F. А, нет, они соединенные. Я обещал, что для несоединенных. Да. Для любых двух несоединенных есть единственная соединенная срена. А, от любой одной точки до любой второй точки можно дойти, используя максимум два отрезка. Либо прямо? Либо прямо, либо два отрезка. Так, все все поняли? Да. Вот, это замечательная картинка. Так вот, я рассказал вам ее, показывая Додекайдер. Оказывается, что эта картинка можно получить совсем другим способом. Оказывается, что эта картинка – это пример графа Кнезера. Это, на самом деле, не так сложно. Давайте я расскажу, что такое Кнезерский граф. Конкретно для чисел 5 и 2. На самом деле, можно было выбрать не 5 и 2, а какие-нибудь другие числа. Единственное, что требуется, чтобы вот это число было бы не меньше, чем удвоенное вот это. Вот это число N, это К. Требуется, чтобы N было больше верно по К. Потому что иначе, как вы видите, ничего интересного не будет. Так вот, что такое Кнезерский граф? Количество его вершин – это число сочетаний из N по К. То есть, 10 штук. Я сейчас все, в данном случае из 5 подморок, я сейчас их все просто-напросто нарисую, вам покажу. Поехали. Какие бывают двухэлементные подмножества пятиэлементного множества? То есть, регрессируем. Двухэлементные подмножества пятиэлементного множества. Ну, множество, пусть будет один, два, три, четыре, пять числа. Перечисляйте их все. Я никогда ничего не понял. Ничего не понял? Вы множество, знаете, стая, коллектив. Есть числа от одного до пяти. Итак, какие бывают двухэлементные подмножества пятиэлементного множества? Ну, то есть, это... Да. Сколько их вообще влядут? Ну, перечисляйте все. Один, два, один, три, один, четыре, один, пять... Подмножество, я хочу, чтобы это было как-то попросивее. Давайте я сделаю. Один, два. Два, три. Три, четыре. Три, четыре. Четыре, пять. Четыре, пять. Пять, один. И, ну, давайте все время, чтобы... А почему один, четыре? А, одно. Не, а подмножество все равно. Один, пять и пять один – это одно и то же. Итак, один, два, два, три, три, четыре. Что? Один, четыре. Я подзаботюсь, почему у меня один, четыре. Ну, потому что тут один, два, два, три, три, четыре, четыре, пять, пять, один. Вот, смотрите, я взял. Ну, хорошо. Ну, конечно, хорошо. Вот, только вот это я взял, что называется, вот эти внутренние шеи. А сейчас я прошу вас, чтобы у нас возникла та самая картинка. Принцип такой. Один, два. У нас соединено ребром с три, четыре, потому что эти множества не пересекаются. Давайте я это запишу в виде правила. Соединяем ребром все множества, которые не пересекаются. А, если не пересекаются, числа у них разные? Ну, вот один, два и четыре, пять. Не пересекаются. А, вот если не рисовать... Один, два и три, четыре. Там нет общего числа. И вот теперь, господа, задача. Я вам рисую граф Петерсона, а вы должны догадаться, какие пары чисел надо написать здесь, чтобы, что называется, все было хорошо. Догадайтесь, что надо написать сюда, 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 чтобы, когда соединены, это значит, там нет общих чисел. Когда не соединены, там есть общие числа. Значит, все. Спасибо. Вот такой же точно будет правильный. Спасибо. Еще раз. Мы поняли, что граф Петерсона, это частный случай графа Кнезерна. Кнезерна с большим количеством вершин. Если взять числа побольше, скажем, взять не пятиэлементное множество, а десятиэлементное. И, скажем, все трехэлементное под множество десятиэлементного множества. То это на самом деле будет совершенно ужасным. Потому что число сочетаний из десяти по три, это легко посчитать сколько. Смотрите, вы выбираете один элемент произвольно, это десять вариантов. Другой, это девять вариантов. Третий, это восемь вариантов. Ну, а три элемента можно представлять шестью способами. Семьсот двадцать. Семьсот двадцать надо разделить на шесть. Сколько будет? Сто двадцать. Семьсот двадцать. Заметьте, вроде и числений такие большие, десять и три. А сто двадцать вершин рисовать это уже... Сто двадцать. Понимаете, да? Не человеческие. То есть, на компьютере еще можно, а человек это уже... А какое самое большое число, в общем, вершин в глядстве к нему? Нет, которое... Верше большое число, это... Исконять, которое мы нарисуем. А зачем? Дело в том, что многие вещи не обязательно рисовать для того, чтобы про них что-то узнавать. Оказывается, что хроматическое число графа Петерсона можно прямо так выглядеть на картину вычислить. Задача. Задача. Найдите наименьшее количество цветов, которыми вы покрасите вершине графа. Можно? Нет. Сначала решить задачу, а потом выливаете... Сколько? Три. Ребра. Кроважность едина с каждым? Здесь вот есть числа, которые идут... Ну, то есть, вот вы имеете в шину 14, и найдет вниз 23. И что? И получается 13, и уже должна быть другая... Но, по сути, два цвета, поэтому 25 переходят, это уже второй... Можно? Можно? Можете выйти? Можно мне вносить? Нет, нельзя. Если это первый цвет, то... Слушайте, вы все испортите. Давайте так. Вместо первой и второй. Давайте так пишем. Бывает синий, бывает зеленый. Нет, 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 так. Синий... Красный. Синий и красный. Слышите. Если здесь синий, то здесь красный, и здесь красный. Да. Значит, здесь синий. Да. Это значит, здесь красный, а здесь красный. Все. Абсолютно верно. Ребята, дело в том, что здесь есть цикл нечетной длины. Вот смотрите. Вот это вот пятиугольник. А если у вас есть пятиугольник, его нельзя покрасить в два цвета. Обязательно нужно нечетный. Если есть нечетный цикл, то грамм не красится два цвета. Верно. Кстати, можно легко доказать, что и наоборот. Если все циклы... Или циклов вообще нет, или они только четные, то красят два цвета. То есть, нечетный цикл, если есть, то не красится, а если все циклы четные, или вообще нет циклов, то тогда, соответственно, красят два цвета. Чтобы доказать, что хроматическое число равно трю, реально нужно просто взять... Синяя, дальше. Зеленая. Нет, я просил вас отметить все... Значит, все синие, да? Синие вершины, да. Синие, так. Вот это синие. Да. Вот это синие. Да. Вот это синие. Да. Вот это синие. Вот это синие. Все. Вроде все. Да, все. Так, теперь красная. Ну, получается вот эта красная. Пока что сходится. Вот эта тоже красная. И вот эта красная. Все, все покрашены. Неужели? Ну вот, смотрите, все превышены. Да, все покрашены. Сидите, сидите. Правильно? Больно, да? Ну, синий не сходится. А вот самый красный. А вот эта красная. Знаешь, она вот? И вот. Это еще. Какая? Она зеленая. 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 Так, ну что, победа? Да. Победа. Теперь вопрос. А как можно было придумать раскраску? Вот если не быть такими умными, как бы. А, глядеть, ну, да, как? Сначала, вот, посмотри, надо посмотреть, какие вершины вообще не соседи точно. Ну вот, получается, не соседи точно. Все легче, ребята. Может, тут надо обратить внимание на числа? Оказывается, в Кнетеровском графе есть такой замечательный, простой способ, раскраска. Посмотрите, по какому принципу у нас были проведены ребра? Ребро проведено, если множество не пересекаются. Так? Да. Замечательно. Значит, если у вас, скажем, есть единичка, и там, и там, то ребра точно не будет. Правильно? Да, значит, можно везде, где есть единичка, поставить красный. И везде, где есть единица, поставить какой-нибудь один и тот же цвет. Давайте я это прямо сделал. Вот есть единица, ставлю красный цвет. Еще где есть? Снизу справа. Вот здесь красный цвет, так? Еще в самом углу, там, где 21. Красный. Еще где-то. Снизу справа. Еще где-то. Все согласны, что 4 едини у нас есть уже, так? Да. Отлично. Теперь. Смотрите, а почему нельзя просто все вот это в пятиугольной звезде покрасить в красный, а вся острая там в сине-зеленый цвет? Прикол в том, что 1, 2 и 3, 4 внутри пятиугольной звезды пересекаются. Я хочу указать способ, при помощи которого я справлюсь с задачей, даже если будут не числа 2 и 5, а числа 10 и 3. Сейчас я, кстати, объясню, что будет числа 10 и 3 в такой же конструкции. Понимаете, когда картинка маленькая, то вот вы взяли и просто посмотрели и сумели хорошо распрости. Я сейчас говорю. Некоторое общее правило, которое сработает, даже если картинку вообще не нарисовано. Вот правило такое. Там, где есть единица, красим все в один и тот же цвет. Это можно? Можно. Потому что если два мужества содержат единицу, то они пересекаются. А если пересекаются, то они, в общем, не срединые. Вот, я показал, где пишем красный. Один, два. Один, три. Один, четыре. И один, пять. Покрасили. Теперь эти вершины уже не будем перекрашивать, разумеется. Красим в другой цвет. Двойки. Там, где есть двойка. Что это значит? Два, три. Это будет синего цвета. Два, четыре. Это будет синего цвета. Справа посередине. Вот это два, четыре. Да, и еще справа посередине. И еще вот это. Тоже синего цвета. Заметьте, три вершины. Да, все красные, которые... Нет, красные уже все. Красные были. Ну да, все красные. Это с двойкой. Извините, а, не красные. А, извините, мы сейчас закончили. Двойка. И тройка. С тройкой. Их вообще-то будет не так много. Что будет с тройкой? Тут остались только два. С тройкой будет вот это. Ну, красный, синий какой-то, желтый будет, ладно? С тройкой. И сверху, слева. Вот это будет с тройкой. Заметьте, казалось бы. Дальше плохо, потому что осталось четыре-пятых. Как вы думаете, в какой цвет я поставлю? Желтый тоже. Или же желтый. А почему в синие нельзя? Потому что пересекаются два-три. А вот теперь давайте сделаем ровно то же самое для чисел десять и три. Я уже объяснил. Там сто двадцать вершин. Поэтому никакого удовольствия рисовать из сто двадцать вершин у нас нет. В этом году была совершенно огромная работа. Ну, на самом деле... У меня будет отдельный цвет для тех множеств, которые включают единицу. Вот у нас в этом графе они устроены так. Это какие-то трехэлементные подможества. То есть, типичная вершина это такая. Один, два, три. Или один, два, шесть. Один, два, шесть. Один, два, шесть. Один, два, шесть, которые включают единицу? Равеноджу. Которые включают единицу, таких их много. Их десять. Нет, больше сильно. Их число сочетаний из девяти оба. А, больше, но даже три. Их много? Да, их много. Их там тридцать шесть, по-моему. Девять умножить на восемь полом. Так вот, все с единицей я крашу одним цветом. Эта идея понятна? Да. Все с двойкой. Я что? Хорошо. Крашу другую. Но без единиц, да? То есть, с единиц уже все, уже покрасил. Все виды там два, три, пять, два, три, девять, два, шесть, десять. Такого типа. Все с двойкой я крашу. Отлично. С тройкой. Но без единицы и без двойки, это будет третий цвет. Пока все понятно? Да. Отлично. А дальше думайте. С четверкой. Я крашу такой цвет, который тройка. Нет. Пока еще с четверкой все хорошо. Так, пока все понятно? Да. Ну, четверка всегда остается мало, поэтому... А теперь внимание. Какие вершины у меня остались, когда я вот в эти четыре цвета уже все покрасил? Пять человек. Те, где не использована ни единица, ни двойка, ни тройка, ни четверка. Какие вообще числа остались? Пятерка только. Шесть, семь, восемь. Пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Ребята, тут проблема вообще-то. Можно еще в пятерек цвет красить. Вообще-то да, потому что здесь, к сожалению, возможно, вот такая картинка, вот такое множество, оно же не пересекается с таким. Понимаете? Понимаете? Угу. И поэтому, к сожалению, мне придется потратить еще и пятый цвет. Потрати. 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 Пятый цвет. Что произошло после того, как я это выросил? У меня остались только шесть, семь, восемь, девять, десять. Из них берут разные подмножства. Из них нельзя сделать два так подмножства, чтобы они полностью не пересекались? Два непересекающихся сделать нельзя. Значит, я их всех крашу в один путь. То есть, как это? Восемьдесят девять. То есть, я забываю. Не восемьдесят девять. Понимаете? Вы просто забываете все время определения. Давайте я еще раз повторю. Вообще, о каком графе у нас идет речь? Да. Вершин этого графа. Вообще, надо привыкать, что вершин графа может быть не обязательно нарисованная точка на плоскости. Например, вершиной графа совершенно запросто может быть компьютер подключен к интернету. Ну, человек реже, но тоже бывает, да. То есть, может быть, какой-то достаточно большой сложный объект. Мы можем взять и объявить одну вершину. Да. В данном случае вершиной графа является набор из трех чисел. Из трех чисел, которые от одного до десяти. То, что называется, трехэлементное подмножество десяти элементного множества. Поняли? Поняли? И так, быстро повторюсь еще раз. То есть, у нас их всего много. Число сочетание из десяти по три штук. Сто двадцать штук, да? Вспомнили? Да. Те, в которых есть единицы красим в первый цвет, где есть двойка, но нет единицы во второй, где есть тройка, но нет единицы и двойки в третий, где есть четверка, но нет числа один, два, три, красим в четвертый. Все понятно? И да. После этого те, где есть пятерка красим в пятый цвет, и вдруг обнаруживаем замечательную вещь, что остались только трехэлементное подмножество в такой штуке. Пока все понятно? Да. Но они с каждым пересекаются, поэтому их можно спокойно покрасить в один тот цвет. Давайте этот цвет назовем шесты. Это уже не обязательно содержит шестерка, это такое особое. Просто все их в один цвет. И сколько получилось цветов? Шесть. 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 Что это за формула, которая дает такие ответы? Для чисел пять и два она дает ответ три. Для чисел десять и три она дает ответ шесть. Теорема, которая через некоторое время, а я расскажу на кружках у старших, звучит следующим образом. Это не просто придуманная нами сейчас форма, а это правильная. В смысле, что не только при нашем способе рассказки так. Наш способ рассказки на самом деле самый лучший. Вам я доказывать точно не буду. Это штука для старшеклассников. Но тем не менее, так получится. Это реальная штука для старшеклассников, а у вас это нереально? Для старших? Для лучших старших. С другой стороны, в интернете все это будет, поэтому хотите посмотреть. Важно, что это оказывается правильный ответ в общей ситуации. Ну и вот диографу Петерсона мы это все не правильно. Да, диографу Петерсона мы ее просто доказываем.